Восьмой микрорайон делают идеальный просто. И сад там, и школы, и все строится. Вот просто сад как замок. А у нас вот начинают раскопки, оставляют. И тысячи, миллионы причин. Это лидеры общественного мнения мобильной группы микрорайона «Исмаилбей». Они работают над благоустройством своей местности. Требуют ремонта и строительства дорог, освещения улиц, не сокращать персонал в местной амбулатории и достроить детский сад. На эти вопросы сразу же разъяснение дал заместитель главы администрации города Эльмар Мамбетов. По детскому саду я озвучу, вот и коллегам в том числе. Вы знаете, какая ситуация. Там идет расторжение контракта в одностороннем порядке по инициативе службы капитального строительства Крыма. Сегодня уже они зашли в суды. 4 апреля у них еще одно очередное служение. Но оно не последнее. Ахтем Карабаш пришел на прием по земельному вопросу. В 2011 году в микрорайоне Айсабай выделили 247 участков. Большинство из них оформлены. Однако начать строительство здесь пока сложно. Нет сетей коммуникации. Пользоваться генераторами не у всех есть возможность. Само собой не могут здесь вести какую-то хозяйственную деятельность. Строится. Это нет ни света, ни газа, ни воды. В непосредственной близости находится жилой частный сектор «Спутник-2». То есть это часть города, которая находится в 400 метрах, где есть все коммуникации. В 800 метрах находится линия ГРП. То есть проходит высоковольтная линия. То есть есть все возможности для проложения коммуникации. Но нет никакого содействия властей. Проблемы есть и в 18-й средней школе с крымско-татарским языком обучения, рассчитанное на 120 мест. Школа принимает 370 детей, из-за чего приходится учиться и во вторую смену. Последний урок заканчивается в 18.30. К тому же школа до сих пор не получила лицензию. Мы не подходим требованиям Роспотребнадзора, так как в классах у нас тесно. Нет спортзала, актового зала и столовой. Недостоверное второе здание. В связи с этим мы не получили лицензию. Эта часть здания относится к самострою. Документов на нее нет. Сама школа оформлена и получает деньги на ремонт и закупку мебели. А вот вторая очередь строительства законсервирована. С главного корпуса переходим в корпус Б. Здесь предусматривалась гардеробная, столовая и спортзал. Но сейчас здание не в самом лучшем состоянии. Без верхней одежды здесь находиться невозможно. Очень холодно. А вот разваливающийся потолок и вовсе настораживает. Школьный коллектив просит представителей власти республики помочь завершить строительство. Председатель Госкомнации Ленур Абдураманов разъяснил, что озвученные вопросы будут доведены до главы Крыма. В основном граждане, которые сегодня обращались на прием, были жители одного из самых крупных мест компактного проживания. Это Исмаилбей и Спутник-1. Конечно же, сегодня были озвучены очень серьезные проблемы, которые существуют сегодня в местах компактного проживания. Однако, очень порадовало то, что местные жители, активисты совместно с администрацией держат на контроле все текущие проблемы, активно и вместе решают этих мест. Мы, со своей стороны, сегодня озвученные проблемы, в части, касающиеся поддержки с республиканской власти, обязательно взяли на контроль. Поэтому будем индивидуально по каждому вопросу обсуждать на уровне главы республики. Также специалисты Госкомнация приняли заявление на получение удостоверений о мерах социальной поддержки репатрианта. Алимек Айбулаева, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Еще один прием граждан, представитель Госкомнация. Более 15 человек из разных районов Крыма обратились за помощью. Ренур Абдараманов обсудил с людьми наиболее актуальные вопросы. Это получение гражданства, оформление земельных участков. Вместе с тем были приняты обращения с получением справки о реабилитации. По всем вопросам обратившимся гражданам были даны разъяснения.